Сегодня Государственный совет Крыма принял постановление о независимости республики. Этот документ прекращает применение на территории Крыма украинских законов, а также исполнение решений Верховной Рады и других госорганов Украины. Постановление принято после подведения итогов референдума. Накануне жители полуострова высказались за вхождение в состав России и, соответственно, за выход из Украины. Парламент Крыма уполномочил спикера Владимира Константинова и премьера Сергея Аксенова подписать межгосударственный договор о вхождении республики и города с особым статусом Севастополя в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов. Кроме того, официальной денежной единицей Крыма становится российский рубль, пока наряду с гривной. А с 30 марта полуостров переходит на московское время. Александр Панюшкин продолжит тему. Россия! Россия! Десятки людей и флагов у Севастопольского горсовета. Люди скандируют «Россия, мы идем домой!» Местные депутаты с трудом просачиваются внутрь, стараясь не опоздать на внеочередное заседание, которое тут уже все называют историческим результатом референдума, в исходе которого никто в Севастополе не сомневался, сегодня утверждают юридически, теперь уже официально отделившись от Украины. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса номер 1, 262 тысячи 41. Это 95,6% участников голосований. Севастополь ликует до поздней ночи. На площади Нахимова танцы, объятия и поздравления с победой. Сотни российских флагов и счастливые лица людей, без которых не получилось бы ничего. Главный лозунг «Россия, мы вновь с тобою» повторяет в едином порыве, уже не скрывая эмоций. Многотысячная площадь синхронно скандирует. «Россия, Россия, Россия!» «Все будет замечательно! То, что мы хотели!» Грандиозный салют в Симферополе. Цель, которой все эти 23 года шел полуостров Крым, наконец-то достигнута. Рекордная явка – голосовать вопреки установке Меджлиса. Крымские татары все-таки приходят. Нарушение минимума референдума абсолютно демократический. Это подтверждают и международные наблюдатели. «Что я вижу, так это то, что никто не заставляет людей голосовать насильно. Чувствуется, что Россию здесь очень сильно поддерживают». «Друзья, приветствую вас с этим знаменателем днем и поздравляю! Мы идем домой!» За это высказываются 97% крымчан. Утоговые цифры озвучивают сегодня на заседании Верховного Совета, теперь независимой Республики Крым, уже переименованного в Госсовет. Решение в числе первых, но не единственных. С сегодняшнего дня все украинские госорганы не действуют. С них уже демонтируют гербы. Отменены и законы, принятые после 21 февраля. Имущество Украины национализируется. Армейские части расформировываются. Те, кто хочет присягнуть народу Крыма, могут остаться. Вы знаете, что на территории города находится ряд частей, в которых там сидят заблокированные военнослужащие Украины, которые, как они говорят, сохраняют присягу вот тому правительству, которое есть. И должен сказать, что это неоднородное мнение тех военнослужащих, которые находятся за этими заборами. Они подвергаются достаточно сильному давлению со стороны своего руководства и команды. При этом никто в Крыму не собирается разрывать экономические отношения с Украиной. Гривна будет ходить на территории республики до января 2016-го. Но официальная денежная единица. Теперь здесь российский рубль. Пожалуйста. На московское время полуостров перейдет уже 30 марта. Никто не будет тянуть и с принятием независимой республики Крым в состав России. Прошение об этом представители полуострова и города-героя Севастополя передали в Госдуму сегодня. В Крыму рассчитывают на помощь, хотя и иждивенцами обещают не быть. Будут развивать туристический бизнес. Некоторые российские миллиардеры уже заинтересовались. Тем временем обстановка на полуострове после объявления о независимости спокойная. На набережных Севастополя уже появились первые туристы и рыбаки, таскающие кефаль. А может после вступления в Россию начнет больше плевать, лучше? А ну всегда хорошо плевало. Александр Панишкин, Владимир Черных, Арсений Лырехин. ТВ-центр. Республика Крым. Новость последних минут. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента России, Владимир Путин подписал указ о признании республики Крым в качестве суверенного и независимого государства. Кроме того, Россия признает Севастополь городом с особым статусом в составе республики Крым. Указ вступает в силу со дня его подписания.